Нужен эффективный инструмент для привлечения живой аудитории без ботов? В этом вам поможет SMM Craft. Качественная раскрутка во всех социальных сетях и на Твиче. SMM Craft. Современный сервис для удобного продвижения. Ссылка находится в описании. Друзья, всем привет! С вами Спектр. И в сегодняшнем видеоролике я хочу предоставить вам еще один мировой рекорд по скоростному прохождению GTA. На этот раз это будет GTA 3. И когда-то видеоролик по спидрану Vice City заглянул в самые истоки Ютуба и, скажем так, взорвал все, что там находилось. Потому что видеоролик набрал около 2 миллионов просмотров за буквально месяц. И я подумал, почему бы не посмотреть на мировой рекорд третьей части. Собственно, учитывая, что GTA Vice City прошли за 8 минут, это мировой рекорд на данный момент. GTA 3 прошли за 1 час. 1 минуту и 26 секунд вы это сейчас видите у себя на экране. Рекорд принадлежит немцу. Под ником Chivu. Опять же, кстати, немец, да, как и ROG24. Однако здесь вы увидите скорее более легальное прохождение. Потому что в Vice City в большинстве своем спидранеры на первых местах пользовались эксплойтами внутри игры. Да, и пользуясь случаем, теперь некоторые непонятные для простых российских граждан английские слова я буду подписывать вверху, я думаю. Потому что после прошлого обзора спидрана по Vice City у людей было очень много вопросов, что означает слово rampage, что означает слово skip. Окей, я буду это писать. Так вот, exploit это внутри игровые небольшие ошибки, скажем так. Ну, в общем, это что-то вроде программного кода. И, в общем-то, есть люди, которые просто умеют обходить это все дело. Но делается это все легально и без читов. Так вот, в GTA 3 я посмотрел уже часть этого спидрана. Пройдена путем дюпа. Вы сейчас видите на экране, что такое дюп. И бага с реплеем, который остался в GTA 3, перенесся в I-City. И потом мы узнаем, было ли такое в Сандресе. Так что я вам буду показывать только самые такие экшновые моменты, которые будут в этом спидране. И буду параллельно рассказывать, как это все дело происходит. Попутно сам буду внедряться в суть дела. Итак, друзья, спидран начинается легко и просто. Я просто буду пропрыгивать по своему проигрывателю. В общем-то, начинается задание, ничего такого не происходит. Однако, уже на первых секундах мы можем увидеть довольно необычный эффект, который делает спидранер. Это дрыгание с помощью камеры подобное. То есть, он ставит камеру вверх и постоянно ее переключает между собой. Для чего это делается, спросите? Это делается для того, чтобы облегчить себе езду на транспортном средстве. Знали вы или нет, но если поставить вид сверху в GTA 3, то следующие два автомобиля, примерно одно-два автомобиля, они будут удаляться из игры. То есть, автомобили гражданских, они будут появляться заново, как только камера начнет снова показывать вам вид от третьего лица. В общем, так проходится быстро, буквально несколько миссий. Но, а теперь перейдем к самому интересному. Прокрутим реплей подальше. Вот, кстати, вам идеальный пример, как эта камера работает. Вот он подбирает Мисти, например, на третьей минуте уже спидран... Ой, на второй. И, в общем-то, смотрите, он сейчас опять начнет переключать камеру. Вот, видите, трафик сразу же сужается, и дороги становятся пустыми. Вот автомобиль прямо перед ним исчез. Я думаю, вы это заметили. Переходим далее. А, кстати, не забудьте то, что в описании к этому видеоролику будет ссылка на оригинальное видео, которое идет целый час. Поэтому это разбор, понимаете? Меня не нужно винить в том, что я пропускаю те или иные моменты. Я показываю вам только интересные фишки. Сам оригинал находится в описании. Эта таксишка влияет на будущий геймплей в этом спидране. Заострим на этом внимание. Он подъезжает на такси, выполняя вторую миссию. Давит чувака, как это и должно быть. И выходит. Что происходит далее? Далее у нас появляется пока что единственная фишка, которую я так и не понял. Как он активировал миссию таксиста, не находясь в машине такси? Я, если честно, пересматриваю это несколько раз до сих пор. Не понял, к сожалению. Давайте посмотрим. Итак, он активировал вспышку ярости. Данную вспышку ярости пользователь активировал после того, как взял маркер на первое задание. Вот он, еще раз показываю, берет такси. Заезжает за угол. Встает на позицию, где резается вспышка ярости. И дальше нажимает кнопку повтора и запись повтора. Соответственно, после выполнения второй миссии он прожимает этот самый рэмпэйдж и получает эмку. Справа у нас идет таймер двухминутный. Он делает баг с длинным прыжком и дальше подбирает значок информации. Значок информации он подбирает за тем, что недалеко резается машина полицейских. Но я думаю, вы это видели. Я думаю, это из-за этого было сделано. В любом случае, появляется полиция. Он агрит полицию. Забирает их в машину для того, чтобы в дальнейшем активировать миссию Виджиланта или же миссию полицейского. Быстренько сбрасывает рейтинг и мы переходим к следующей миссии. Как только он выполняет третье задание на Луиджи, то есть доставляет мистик Джоуи, у нас сбрасывается счетчик рэмпэйджа. В этот момент и происходит как раз таки прожатие кнопки Виджиланта, чтобы активировать миссию полицейского. Стартует двухминутный таймер. Далее пользователь выходит, подбирает первую миссию Джоуи. My Clips Last Lunch. Далее из-за того, что рэмпэйдж заканчивается, миссия быстренько скипается, как вы видите, хотя она становится проваленной. И мы выполняем уже вторую миссию на Джоуи под названием Чанки Личонг. Опять же, рэмпэйдж теперь не активен, то есть вспышка ярости. И пользователь на машине полицейского идет делать быстрое выполнение этой миссии. А именно подъезжает с нужного входа и убивает Чанки Личонга. Миссия ванхайст проходится очень легко и просто. На самом деле, таймер, который вы видите сейчас справа, я напомню, это таймер миссии Виджиланта. Он подъезжает на этой самой полицейской тачке, перегораживает путь, а затем этот автомобиль взрывает. Наносится точное количество урона для инкассаторского фургона, он его подбирает, подбирает, садится точнее в него и едет сдавать его. Свою старую таксишку он только что подвинул инкассаторским фургоном, чтобы до нее бежать было не так далеко. Как видите, вот она стоит, затем он в нее садится. И он снова прожимает вспышку ярости, также прожимает миссию таксиста и сразу же отменяет ее. Ну и, собственно, далее берет следующее задание под названием Шофер Сиприяни, что-то вроде этого. Да, Шофер Сиприяни. Опять же, вспышка ярости заканчивается и он выполняет это задание полностью. А сейчас будет мой любимый момент в спидране. Он заканчивает миссию Шофер Сиприяни. А дальше происходит одна из самых классных сцен, пожалуй, в этом спидране, которая будет присутствовать не раз еще здесь, если честно. Он выполняет миссию. Вспышка ярости по таймеру заканчивается. Здесь нужно попасть в идеальный тайминг, чтобы все это сделать. Берет первую миссию на Тони Сиприяни. Делает еще один шаг. Подбирает уже вторую миссию. Из-за того, что дюпнул миссии, как говорится. И с помощью реплея умирает и миссия пройдена! Это один из моих любимых моментов в этом спидране. Если вы не знаете, как это делается, то даже в GTA Vice City была такая хрень, то что если вы сможете забагать реплей, то некоторые объекты будут уничтожены. Берет машину парамедика. Сразу же отменяет миссию. И смотрим дальше, что произойдет. Он снова берет такси. И снова прожимает вспышку ярости. И, друзья, вот таким способом он проходит все миссии. То есть он, по идее, не занимается, как мне писали, читерством, когда за 8 минут проходили GTA Vice City. То есть когда человек чисто по скриптам, по игровому коду прошелся самолично. Но здесь происходит примерно то же самое. То есть человек просто дюпает задания. Он их, скажем так, сдваивает, а также пользуется багом с длинным прыжком. Ребята, если что, это действительно, это не чит, реально. Это обычный баг с реплеем, который при правильном использовании позволяет Клоду делать длинный прыжок. Далее он берет пожарную машину и, собственно, направляется далее. Если вы спросите, зачем ему нужна была пожарная машина. Чтобы быстро свалить отсюда, как говорится. Вот и все. Да ладно, конечно же, я шучу. На самом деле она ему нужна для того же, для чего нужна машина таксиста, машина полицейского, машина парамедика и так далее. Ему просто нужно триггернуть задание, чтобы оно активировалось. Например, вот сейчас миссия выполнена. Он снова залезает, снова... Нет, в этот раз... Стоп. Я, видимо, в тайминг не в тот попал. Но он прожмет эту миссию, я точно помню. Вот, да, фаертрак, миссия завершена. И вот в очередной раз, с помощью реплея, он дюбает задание. Не. Соответственно, миссия уже считается пройденной. В скобочках проваленной. И мы попадаем еще раз к Сальваторе Леоне. В общем, дальше довольно неинтересно смотреть. Но, тем не менее, отвечу то, что, выполняя вторую миссию на Сальваторе Леоне, он отвозит кудрявого Боба, триггерится катсцена, в ходе которой он его, естественно, убивает. Но почему же я вам показываю этот момент, спросите? А потому что с помощью, опять же, бага с реплеем ему нужно умереть, чтобы возродиться как можно ближе к следующему заданию. И снова мой любимый момент. Он подбирает следующую миссию от мистера Тони Сиприани, пользуясь багом с реплеем и автомобилями спецслужб. Делает прыжок, умирает, и миссия становится пройденной. Вот так. Кто-то скажет, что это читы, но, ребят, на самом деле, просто это лазейки, обнаруженные игроками спустя почти 20 лет с выхода игры. Да. Вот так это все работает. Прошло уже 23 минуты от спидрана, и пользователь также продолжает спокойно выполнять задания. Пока что никаких тюпов не было. Кроме того, что он в этот раз взял новый рэмпэйдж, как вы видели, он находится прямо на железнодорожных путях. Соответственно, благодаря этому рэмпэйджу у него теперь бесконечные гранаты, как вы видите, и таймер отсчитывает 2 минуты. Сейчас он выполняет задания с побегом на остров Стонтон. Следующую вспышку ярости, которая будет обузить наш пользователь, Чиву, это рэмпэйдж с ракетницей. Естественно, кстати, благодаря дюпу данных рэмпэйджей, благодаря, точнее, багу с рэмпэйджем, наш пользователь сможет получить бесконечное вооружение. И у него все расписано, какое вооружение ему нужно в тот ли определенный момент. Например, спросите, зачем ему нужна ракетница. За 2 минуты, пока действует эта вспышка ярости, у него будет бесконечная ракетница, что позволит ему моментально выполнить задание с папарацци. Кстати, если вы спросите, почему у него на карте присутствуют дополнительные маркеры, это все связано с тем, что он удваивал задание постоянно. Теперь он подходит в этот спот, снова прожимает реплей и направляется далее. Все это он делал, работая на Асуку и выполняя самое первое задание на нее, собственно, убийство Сальватора Леоне. Понятное дело то, что того он давит моментально и отправляется снова на Стоунтон. И вот тут вас ждет еще один сюрприз. Он подъезжает к пристани, делает снова баг с прыжком и... Долетает до Стоунтона. Как вам такое? Ага. Да, ребят, это работает. Прожимает еще раз реплей, делает длинный прыжок. Подбирает задание Under Surveillance под надзором. А далее подбирает миссию повторно. Но почему, спросите, он подобрал ее повторно? Да, все очень просто. Чтоб просто сдохнуть и выполнить это задание. Легко. Вот и все. Это все, что нужно. Ладно, ребят, если честно, мне иногда уже надоедает вам показывать такие вещи. Я думаю, вы с первого раза все понимаете. В общем, благодаря тому, что он пользуется багом с повтором и удваивает себе некоторые прохождения заданий, а также совершает суицид Клода, задание выполняется с помощью бага снова же. И ему нужно от больницы затем уже идти к следующему работодателю. По крайней мере, это становится ближе в некоторых моментах, чем ехать самому. Я думаю, вы это все понимаете уже. И вы понимаете, в чем суть этого спидрана. Собственно, за час так игру пройти, в принципе, возможно. Да, многие скажут, что типа проходить багами неинтересно. Но я вам могу сказать то, что багами внутри игры и с использованием программного кода, это не читерство. Это как раз-таки полезные эксплойты, которые просто люди смогли когда-то обойти. Это полезные фишки, которые люди узнали спустя такое долгое время. Поэтому никаких трейнеров, никаких ноу-клипов и подобных вещей не существует. Баг с длинным прыжком, вы можете посмотреть в российском сегменте ютуба, как его выполнить. Я вам серьезно говорю, такое действительно есть. Но, ладно, раз уж видеоролик идет, давайте досмотрим этот спидран до конца. Он проходит легко миссию Рея первую. Кстати, миссию с телефонами, когда нужно добраться до туалета в парке Белливель, он проходит самостоятельно, без всяких багов. Миссию с Филом Кэсседи он также проходит моментально быстро. Пожалуй, вот эта миссия является самой сложной для всех спидранеров, потому что с этим грузовиком, который везет досье, компрометирующие снимки на Дональда Лава, с ним всегда очень тяжело, потому что у водителя этого грузовика существует свой искусственный интеллект, который позволяет ему даже в реку свалиться, и миссия будет считаться провальной. После прохождения этой миссии откроется Дональд Лав, на него нужно пройти два задания. Миссию с убийством Вака Гассира, или Вака Гашира, он проходит очень легко и просто. Я думаю, большинство знало про этот баг. На самом деле, я сам недавно узнал о нем, как только смотрел вообще первый для себя спидран по GTA 3. И, в общем-то, сваливает, активируя следующую миссию. Затем пользователь выполняет новую очередную миссию на Дональда Лава, и стартует Grand Theft Aero, которая является одной из самых ключевых в сюжете и открывает доступ к финальным трем заданиям. Здесь существует небольшая особенность. Миссию Grand Theft Aero этот пользователь проходит на Додо. Да, это правда. Для того, чтобы побыстрее добраться до Дональда Лава, точнее до стройки, нужно воспользоваться именно Додо. Поэтому, если спидранер не умеет на нем летать, то ему даже нет смысла соревноваться вообще с подобными людьми, как он. Так что, вот так и легко и просто проходится эта миссия. Кстати, на обратном пути он опять же тоже использует Додо, чтобы добраться до Дональда Лава. Ну а далее все очень просто. До конца спидран остается 15 минут, и он легко и просто выполняет все остальные задания. Например, миссию приманка он выполняет снова на Додо. Миссию с эспрессо он выполняет сам, поэтому она является второй по сложности в этом спидране. Далее этот пользователь проходит предпоследнюю миссию. Ставит Додо на плотине. Сам, естественно, подъезжает сюда на автомобиле на своем. И прямо в этой локации, я так понимаю, он ждет тот самый самолет, вертолет. Не важно. Который сбросит ему груз с наркотой. Да, вот так это быстро все проходится. Опять же он полностью уничтожает этот самый самолет. Вот он, бедный. Подбирает всю наркоту. Видите, как приятно заранее знать, в какую позицию лучше встать, где быстрее можно будет подобрать эту самую наркоту. Снова запрыгивает в Додо. И направляется на сдачу задания. А далее все очень просто, друзья. Финальная миссия. The Exchange. Ну, мы ее просто промотаем в плеере. Опять же берет Додо. Долетает до точки. Я уже перемотал на концовку. Ну, где мы здесь, мы с вами останемся. Собственно, на Додо, как вы видите, он сел уже на эту самую площадку. Быстро взрывает. И тут главное не умереть. Да. И миссия выполнена. Все. Это был финал. Друзья, этот видеоролик затянулся уже на 16 минут. Я смотрю. Я, конечно, часть отсюда вырежу. Но суть вы поняли. Это, конечно, не GTA Vice City за 8 минут. Но так пока что проходит большинство людей, которые стараются побить этот рекорд. Всего за час можно пройти игру абсолютно полностью. Если вы знаете, как правильно работает длинный прыжок, дюб миссий, бак с рэмпейджем, бак с повтором. Не помню, говорил я про него или нет. Или вообще, как быстро добраться с точки А в точку Б в GTA 3. Ну, а с вами был Спектр. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если это так, оцените его пальцем вверх. Если вам понравится и этот видеоролик, то в следующий раз сделаем обзор на еще какой-нибудь мировой рекорд в серии GTA. Всем удачи. Пока. Играйте только в правильные игры. Субтитры сделал DimaTorzok